коллектив добро утра у нас бмв с утра с утра с утра язык заплетается с утра зашел до токаря он не с торца штока резьбу нарезал 16 болт потом сюда короткий купим и теперь у нас автороботовский зажим или бумеранг способен работать еще в одном направлении сразу токаря болт нашел советский цвет бумеранга потому что у меня был какой-то такой ржавый некрасивый и теперь мы с вами можем тянуть других направлениях вот отбортовку зажать туда тянуть и вот отбортовку сажать туда тянуть но так никогда не будет а вот так вот будет а не будет будет когда делали гольд 7 это додумал блин еще бумеранга и не помню то был бы бумеранг не было еще не было я не помню это думал блин если бы так вот так вот зажим ставился по можно было там за панель классно потянуть то есть поздравляю у нас немножко мы усовершенствовали этот бумеранг по автомобилю нам сейчас мешает кро поэтому снимаем кро и попробуем померить дверь вот эту как она стоит относительно вот вот этого момента не великую зону в сторону перейдем и померяем что-то хочется мне понять она ровно стоит или не ровно как-то зло батарейки начали садиться в нем а есть еще 3d у него немножко как бы вот эти ножки они мешают зажиматься на той подставочке поэтому я и его сюда почти никогда не ставлю после его зажимаешь он перекашивается там не ловит ничего и он же 3d что у него там угол наклона небольшой все сразу пищит я не могу настроиться скилл его переворачиваем все равно в уровне стоит ну там до определенного градуса стойки померил ровно так что-то захотелось не морду еще померить капот померил на всяк случай ровно сейчас тут принципе в кончик крыла бьет надо немножко приподнять с другой стороны также приндели видно вам вот так же то есть нормально то захотелось бы померить положение крыла именно кончика по высоте потому что кроток широко идет принципе также почти идет еще наверно дошире да потому что я сколько крыло не ставлю мне показывают как вы знаете вот маловат здесь зазор вот то хоть и чем маловат вот даже без натяжки без натяжки он принципе весь одинаковый ну все равно захотелось мне еще немножко померить мне показалось что вот этот весь угол у машины немножко опустился нет принципе хорошо также сам усилитель лонжерон у нее как бы далеко и мерить там неудобно и все мы помним кто в курсе не в курсе здесь два болта и если их откручивать тут по моему уже на сантиметр туда-сюда и шикарная регулировка сбал бьет в болт бьет одинаково полностью все хорошо вечером домой то мне надо за полца быстро смонтировать видос иначе он выйдет не выйдет в тот день то есть быстро очень при монтаже я замечаю много ошибок своих оплошностей и никаких моментов которые просто-напросто блин я говорю блин не знаю почему здесь так плохо видос монтируешь и думаешь почему я не сказал к примеру вчера сейчас я покажу и я понимаю что мне сейчас надо написать на экране буквы потому что сломала тут мне так лень писать это все поэтому я очень быстро быстро и вот 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 так смотрите я вчера вам показывал капот главное не закрыть почему почему здесь большой зазора здесь как бы хорошая здесь большой так потому что если взять точку а и точку б то здесь сейчас уменьшилась из-за вот этого жима тут как бы надо растягивать капот тогда здесь зазор уменьшится и будет ровный во я вчера это забыл что-то сказать хотя сам понимал хотя сам по это масло сашу за машина еще одна над ней стояла вытекла вот почему там плохой зазор из-за этого ой чуть не упал да потому что вот бордель я эти ровку покупаю для растопки три штучки кидаешь том сырых дров горят супер с машины выгрузил никак склад не отнес здесь в болтики бьет вниз там вниз в болтики бьет то есть все доволи симпатично также же большое человеческое спасибо человеку который написал раньше кукусики были одет в нем маслом сегодня под кукусиков человек еще раз спасибо кукусики прикольная тема прикольно прикольно это энергия после песен не то что вы после пневмасла фара она от удара у нас уехала как-то будет там видно было с линии открутил поправил примерно поставил на свое место теперь немножко разогнул здесь потому что согнуто было я не так хотел сделать здесь вот штейн есть который диктует положение он в принципе полностью целый час кого падает туда парке видно что заваливает то есть вот так должно быть вот если сопоставить все центр то все хорошо когда я камеру неправильно вам поставил и если в районе пары придержать вот на своем месте кругу вот так тогда ты когда вот она сейчас торчит а торчит она у нас по одной простой причине она прикручена болтом и полка под болт она туда тоже была загнутая можно сейчас шайп наложить можно разобрать выгнуть и все потом поэтому крыло немножко рыбы на поднимает наверх неправильно делает но тем не менее если вниз подвести уже вот так то зазор получается сейчас уже больше чем вверху но тут ниже поэтому когда мы вот просто немножко поднимем у нас получается шикарный зазор все классно с крылом и все классно с нами крыловая к отсюда дальше нивелирка параллельно стапелю примерно параллельно стапелю этот брусочек чтобы дверьку оттопыривать потому что она все время туда ныряет петли нету и получается она вот здесь западает нельзя нам хочется сейчас ровно поставить посмотреть просто что происходит вот так вот 14 с половинкой опять же примерно мы тут это все сейчас измеряем 4 4 5 чуть 14 4 5 до этого смотрите я там померил уже и зарисовал 4 5 12 14 5 вот нам надо запомнить эти цифры сейчас выставили четыре с половиной здесь у нас должно быть 14 5 это мы позиции не меряем позиционирование двери от по отношению к вот этому стоечки к этой стойке 14 и 4 до миллиметр значит лучик надо вот сюда на миллиметр подать это неважно четыре с половиной может и надо здесь должно быть 12 вот я как-то так вот до кончика прям вот затулил и померил в принципе 12 есть то есть сейчас если она и перекрученная то там буквально на пол миллиметрика нету такого что на два миллиметра это туда засаженная высаженная здесь регулируется пришлось сейчас немножко дверьку от вести потому что начал мерить здесь хорошо здесь хорошо а здесь у меня как бы она туда засаженная поэтому чуть-чуть отвел но они соответственно уже отвел сам ровно ровно красиво проблем нету то есть я просто хотел еще померить вот это вот вот это вот это вот там много людей на рации вайбере из детстве вообще ошибки там осталось приварить два усилителя и зашить и все да да а только еще померить надо немножко походить это все дело не лохануться и двери не смотрели теперь мы эту дверьку оставляем полностью нам ее трогать нельзя вообще она вот там и как раз вот тут брусок она типа пружинку чтобы она отстала как прям надо мы дальше снимаем всю резинку здесь у нас резинкой вообще кто помнит из прошлого видео проблем 0 но получится показать нет магнит рулетка вот там панель не достает закрываем открываем и получается у нас до начала 17 миллиметров зазор до вот этой штуки в 20 где-то 17 я залез машину и померил где мог а где мог я померил от этого момента и выше она все вам показывают то есть получается везде примерно короче чтоб тут просто неудобно ориентироваться получается что начало каемки идет по центру заклепки где-то она больше где-то меньше примеру здесь она большое потом дальше она сужается потому что двери регулируются этом же какая бешеная регулировка можно делать больше меньше то есть у нас получается до центра заклепки 17 миллиметров зазор между низом это емкой я просто хочу здесь померить еще сильно я понимаю что мы когда разбиваем линию мы мерим это в принципе все и так но хочется перестраховаться и по-разному это все померить по-разному поэтому залазим салончик салончик двери стоят красиво отлично красиво отлично эти также красиво красиво и красиво я ошибся не 17 там там 13 15 что-то такое вот от 12 до 15 бегает потому что 17 скала у нас вон где 17 у нас не 17 дико прошу прощения то есть там тоже не совсем понятно сколько оно должно быть ну даже если там не быть у нас вот это место ровно и здесь у нас все заподлицо никуда не выходила блин плохо что нет у этой хоть бы бери рулетку отламывают этот кончик чтоб мерить удобно было 15 устраивает полностью здесь тоже 15 устроит полностью вот здесь у нас 15 устроила полностью здесь час на миллиметр показывают больше потому что того металла нету и мы еще можем каемку отбить как хочешь здесь показывают 15 у нас вот здесь будут проблемы вот там у нас и было все хорошо здесь у нас немножко по моему низ во 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 я сейчас отвел дверь поставил правильно и мы теперь видим где у нас большой зазор сейчас я его померяю разницу высчитаю запишу вот здесь куда сколько надо дотянуть потом двери снимаем будем уже дотягивать сама стойка но она тут и по резинке хорошо у нас вот проблема начинается от этого места я вот волнистую спонтом линию нарисовал маркер смываем и сотрется глава части стрель до вот этого места дальше она все хорошо 15 здесь еще здесь пошел на расширение просто здесь двух металлов нету сейчас тут где-то 19 тут нету двух металлов а и тут еще металла кстати одного нету у нас проблемы вот начались сильно в этом месте смотрите 20 миллиметров а у нас там всего лишь два у нас два металла залезли сюда поэтому слушайте так как он в принципе вот здесь 19 плюс миллиметр будет 18 на подтянуть я все понял надо вот взять взять и вот эту всю линию вот где вот этот усилитель просто на подтянуть и все на миллиметра 2 самое главное что вот это в норме стойка у нас пятнашка как и положено 16 к нормально 16 к стойка вся хорошая стойка вся хорошая у нас всего лишь низ ерунда поставил зажим от отверстия тут померил записал от отверстия померил записал от отверстия записал на носу лишь на 3 миллиметра максимум оттянут я мерил зайти 2323 балуются попробуем оттянуть про пневмо педаль когда купил пневмо педаль андрея пищенко пангеру купил и я у него спрашивал дядя андрей а чем ты ее смазываешь ведь андрей какое-то масло для меня я не помню чего но в итоге где-то у меня есть загашники металловское масло для вот такого инструмента для пневмо инструмента я хочу хотел сказать я ее последний раз ну как бы рекомендуется там несколько капель перед каждой работой заливать ход назад я туда последний раз лил масло длина работает работает живучая джетисишь на это если чё вот запомните я вот ей работаю уже раз год туда ничего не капал не заливал то есть она работает поэтому заливать не обязательно сделали вывод пробуем да хочу вам пробовать берите они смотри как тут сейчас дверь выходит все легко и просто для чего первого под будем мерить так неудобно просто было по ну тут где-то . ну была прозобрана макеша от шахты бы все записывали мерили но не так не получается сейчас таки дядя в воде автобампер приедет там фара поломанная тревушка 9 вареный стал приезжай пару забирать молчит пишу мне что снимать корону самому паяль сейчас приедет не хочу я поеду фару мне вытяжка автомобилей вот это больше интересно чем байка пластика каждый заниматься должен своим делами не лезть чужое дело вот так останется будет хорошо тут реально блин 23 миллиметра может я везде мерил берем там 3333 50 перетянули на 6 на 6 на 7 миллиметров то что я сейчас брошу он уйдет и само собой ну то вообще без базара мы тоже сейчас какой-то миллиметр добыли дверька сейчас хорошо стоит закрывается открывается можем ради интереса натянуть на 5 вся стойка двигается вот на 5 миллиметров натянем сейчас не изложим вывалиться да по идее почему не вывалился а человек не завалился знаете блин она как было идеально таки осты я же вижу петля чуть идет потому что возможно стойка не то что нижнюю петлю гнет а вот тут стойка сейчас играет разгибается у нас даже вот здесь как бы был такой маленькая складочка а просто дверь час одинаково бук взяла и вышла так чуть-чуть бог да ну да она внимание на нижнюю петлю ну да дверь идет ладно тянут интересный момент вот сегодня как-то знаете вообще не страшно тянуть длинном что-то да все крутит я на сантиметр смог натянуть сейчас на 9 миллиметров показывает сейчас на натянута сильно ходить нельзя надо простучать блин а но все равно заподлицо заподлицо зап то есть вот сейчас вообще дверь не выкрутила хотя я думал что будет выворачивать здесь такой зазоряка будет ну пальчик пролазить любой пальчик не обязательно средний но на зазор кстати уменьшился видно видать до стойку всю как бы идет наружку немножко и зазор уменьшил лучше страшно простучим ну хорошо потянули хорошо протянули потянули протянули должно быть 45 было до центра сейчас 45 и 6 отлично сейчас просто на еще побаловаться его сюда еще на поставить сюда сюда лучше чем было думаешь конечно я просто апельсинок поспешу как смазать окей дальше ну чтоб не потекла не понял добро не так быстро как даже до понедельника у меня на не на понедельник даже даже не надо я тоже сегодня расположенский день как бы сейчас потягают как потягают от треску угре дома у меня вообще что-то я все недели засолен веревочку купил скумбрию перевяжу камера снимает то вы что здрасте схем-то мы за парой мы не совсем больны у нас не корона у нас просто горлышко на перепели корона моего после дня рождения корона у него корона и не сказал что дядя вадим и дядя вадим я не помню покажи вот проблемки раз проблемка два проблемка вот и проблемка 4 проблемка и с дыркой и сантиметров 10-12 проблемка и вот тут еще один кусок это клемма не клемма кривление да все все готово скоро будет это хоры просили по щелчку да да по щелчку блин не могу когда экран не на меня смотрит очень по щелчку там вдруг через пару дней сделаем через пару дней мы покажем как если от канал автобантер если от короны не завернется по фару нам починит если все знаете где забрать ссылка на дядю вадим под видосом и в комментах он поставит сам если я забуду а я закреплю окей там где человек нам все паяет на машинке ну не все но иногда почти все выключаемся тут ровно ну она там опять брусочек подпирают и здесь при вытяжке мы во время вытяжки ничего все хорошо я уже мерил надо надо рамки не дотронуться уже мерил салона просто я камера не взял она везде теперь 16 16 16 если получится пальчик на фоне пальчика вот уже начинает пальчик клинить как и везде то есть плюс миллиметр добавится отлично будет единственное что вот где вот вот этот язычок вот где язычок там немножко больше но там пуфик там все равно же металл другой еще будет усилитель привариваться готова поздравляем вот мы сейчас вы как бы вытяжку все сделали больше вытягивать ничего не надо резинку можно еще одеть ради прикола посмотреть она был плотно не будем все равно когда усилитель еще будем приваривать прикручивать под петли все равно мы еще дверь петра своей мерить будем туда и поскольку юрка твой бумеран самодельный тоже пригодился получается как бы там кант на месте этот на месте а вот типа вот возле этой точки провалены уже поставил него уже немножко подтянул но еще пока именно вот . хочу спрыгнуть по кончикам есть хватит детька юрка помог как дверь хлопнула гости пришли подарки принесли что вырезал с донорской части вот усилитель который я целил но не резал я начал этот рифтовать не не понравилось что дни рифту не рифту все равно окошки перекошенные куча бликов а ну его нафиг варим целый начал примерять и понял что немножко просто вот эта точка заваленная сейчас по моему перетянули но ерунда подрежем заварим то есть вот эту селитель сейчас надо варить его сюда тут все на месте все на месте только надо все это дело зачистить цинкарем покрыть так должно быть она подсохнет и для дишь сегодня может и заварим это надо вытянуть немножко наружку короче нам по сути этот усилитель он тут вообще не важно хоть так варе хоть так варе хоть так хоть так у нас на него просто ляжет другой металл поэтому мы принципе не можем туда-сюда его криво сварить поэтому сейчас его подгоним начертим погрунтуем и варим то есть сейчас средняя стойка супер стоит порог весь стоит супер все стоит супер 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 поэтому мы зашиваем начинаем чуть зашивать сейчас цинкарем прошелся высохнет за шьем единственное что может еще стоять не супер хотя опять вряд ли вот этот кант тоже стоит очень хорошо единственное что может стоять еще я думал как бы вот эту всю внутрь усилитель подтянуть относительно контакт но нет он стоит хорошо если нам вот это еще надо вытянуть потому что она очень плотная по статижи меня как не равняется поэтому если чё подтянем сейчас просто не буду опять возьмем дедуркин крючок который только что вот подтягивал эту точку даже перетянул вот но она сейчас опять не влияет то что мы усилитель варим они эту . куда надо посадить как там а то там есть нету такого ну как бы очень перетяжка идет по точке в объем не проблем вот этого во во единственное что на букве это усилитель нам уже никаким боком тут не влияет поэтому сейчас высохнет подварим хотя бы что-то сегодня еще поработаем то что я понимаю вот корот сиденье дома 3 скумбрии маринуются и нить как она там шпагатная джамсутовая забыл называется которая типа пищевая используется промышленной пищевой промышленности сейчас под континг вот вот рыба дома ждет а мне надо усилий варить и и и и и и и Продолжение следует... 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 ладно нам пока пойдет вот нам пока пойдет почти совпало не нравится мне когда она почти совпало или хочу почти я хочу идеально совпало вот она примерно так должна быть тут язычки совпали язычки жалко обрезать мы вообще потом все потеряем для не потеряя было там стойка больше обрезана я бы там сейчас померил примеру от верхней петли сюда и здесь бы угадывал хотя у меня не факт что усилий стоит ровно ну вообще надо как-то так вот угадать это все высоту хотя 5 какая высота на сантиметр вверх вниз есть определились вот так подрезать вот так подрезать тут все хорошо уже вот так подрезать есть потом подберем что-то поплотнеть и так забивается в принципе нормально надо подрезать все теперь уже в понедельник голову меньшую найти потому что она должна быть меньше я намерил себе смотрите вот например берем одну точку и вот до другой точке сколько должно быть до третьей точки и до петли то есть есть откуда мерить все классно ведь как удобно когда-то куча фото ну что он вам покажет до чего первое мере да вот этого не как час будет меньше потому что голова там она неправильно делает должно быть 3 и 5 у нас 3 и 4 на вперед надо подвинуть прикольно до вперед подвинуть согласен потому что это все примитивно дальше у нас все с вами есть размер зачем-то померенный до этой штуки очень важная часть на фитона нам надо было до этой мерить 90 здесь 90 без миллиметра на миллиметр вперед и до этой штуки тоже у нас есть померено только почему-то вверх ногами получается видно да получается у нас вверх ногами 92 и 9 примерно 92 и 7 на 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 2 миллиметра эту точку задать туда это с учетом если верить что вот это место стоит строго в центре ой строго на месте она по идее так стоит строго на месте что у нас еще тут с вами можно померить а больше мы ничего не померим потому что следующий размер уже идет от петли и следующий размер идет от верхней петли от верхней петли потом вот это все с google фото запариваешься удалять дальше я поверил от этой молодец я померил от этой до 19 и 1 молодец 9 вот тут 19 получилось если так 9 миллиметра не хватает нормально люди всем счастья здоровья всем удачи до куда это я мерил до этого момента насколько должно быть 12 примерно и 5 4 да ну принципе по считать есть чуть не хватает хотел конечно я еще немножко просто как-то блин тут-то туда-то сюда туда мой надо еще что-то лет да и суббота хотел конечно я сейчас вот в этом месте был найти другую головку подвинуть ее на миллиметр вперед по конту вообще на два миллиметра кажется вперед надо подвинуть да и вот это зазорчик должен быть между усилителем и этим усилителем она свою не плана а я не показал как она кончена стала как она кончена стала то есть у нас в год торчит пару миллиметров здесь у нас маленький зазорчик и вперед надо надо голову другую найти в кончена стала смотрите это туда забьется потом подобьется подойдет немножко здесь карт в принципе хороший тут все хорошо а это нет а это надо будет и эту еще снять наверное или оттуда выбить можно оттуда выбить принципе металл сильно толстый видите мы его почти сравняли в этом месте вот это с этим а должна быть такая себе большая ступи ступня чуть ли на 10 миллиметров должна быть ступня ступня а у нас тут нет и нет то есть нам вот это еще надо все вытянуть как я обманываю я чего не заплавлю нам вот это вот заплавить бы и вообще шикарно все будет но мы все равно будем снимать и хронтовать поэтому мы все равно вытянем все сейчас вот выстави потом до 5 нивелирку померить вот опять же что мерить если вот это на месте и это на месте я мерил померить как магнит тент иногда прижимают померить как они стоят мы петлю прикрутим нивелирку кинем как петля стоит относительно другой все в мире им двери если все классно прямо с дверями прихватываем потом снимаем дверь варим и всю и полностью вычищаем все и готовим сварку дуровской части короче делов осталось на понедельник не помню финал снимал если не снимал то счастья здоровья всем до понедельника завтра осветения выходной нельзя работать собираюсь домой стал куртку одеваю смотрю туда на петли и думаю блин а может еще померить все таки сейчас не видишь у кинуть как стоит петля 1 по отношению к другой вдруг на эту штуку туда подать хотя как бы или вдруг ее наоборот надо сюда выдать а потом знаете такую думаю мы упали сейчас я померю намерю что у меня 5 миллилитров разница в том целые выходные я буду не отдыхать а думать как же так получилось обратная ситуация сторона медали брата сторона я не поверил и теперь я все выходные буду думать блин а точно ли там ровно ну и нафиг